Эта история началась задолго до наших дней. Он вернулся с войны без руки, но главное – живой. Все тяготы и невзгоды жизни супруги делили вместе. С 1963 года им предоставили квартиру на улице Молодежной, 20, где о ней прописались. Когда мужа не стало, Марья Степановна осталась жить в двухквартирном доме. И сегодня это уже невыносимые условия. Отсутствует канализация и водоснабжение. Воду приходится носить из колодца. Отапливать целый дом приходится маленькой печкой, которая уже давно разваливается. Покупать дрова нужно на свои деньги. Крыша уже давно протекает, а в сарае и вовсе обвалилась. Рядом есть и баня, но заходить туда страшновато. Строение в аварийном состоянии. Мария Степановна в свои 92 года, конечно, не может жить в таких условиях. И по закону может рассчитывать либо на нормальную квартиру, либо на компенсацию. Но вот беда. Этого дома по документам просто не существует. А значит, невозможно доказать, что пенсионерка живет в нечеловеческих условиях. Это помещение раньше Леспромхоз дома предоставлял. И как бы не передали, развалили с организацией в архив. А сейчас собственность в чьей? Не в чьей. Как в чьей? Дом-призрак получается? Ну как бы не... ну да. Значит, ветеран труда не имеет прав на улучшение жилищных условий. Районная администрация вовремя не приняла этот дом в собственность муниципалитета. И на кадастровом учете он не стоит. Его юридически нет. Сейчас Мария Степановна временно проживает вот в этом доме в Суроватихе в Дальнем Константиновском районе. Жилищные условия в ее родном поселке подорвали здоровье 92-летней пожилой женщины. Единственный внук забрал ее к себе до выяснения всех обстоятельств проблемы и ее выздоровлению. Мария Степановна рассказывает, что социальные работники к ней приходили. И не раз. Оплачивали коммунальные счета, юридически не существующие квартиры. Приносили медикаменты, поздравляли с праздниками. Они даже не задумывались, в каких условиях проживает бабушка. Гриппом болело. Холодно было. Взрывать оберегла. Мало топила. Только на том беде и лежала. Да грелка была у меня. Из чайника налью грелку. К лугам-то привяжу. Так и лежала четверо или пятеро сутки. Ну, приходили соседки. Много помогали. С 2015 года семья Кузнецовых пытается поставить на учет Марь Степановну как нуждающуюся в жилом помещении. Однако администрации Варнавинского района ей в этом было отказано. Не все документы предоставлены. Потому что подтвердить право пользования жильем невозможно. Скажите, пожалуйста, кто в этой ситуации должен взять его на баланс? Кто виноват в этой ситуации? Нет, мы не вас конкретно обвиняем. Вы поймете. Вы задали вопрос, я еще вам ответить. Я не компетенен в этом вопросе, потому что я не знаю, кто. Районные чиновники настаивают на решении вопроса через суд. Но это займет несколько лет и немалых финансовых затрат. Сотрудники Общероссийского народного фронта предлагают пойти другим законным путем, который и принимает глава района. Мы предлагаем жилье Марии Степановне в поселке Северный, который у нас есть там в свободном муниципальном. Если отказываются, значит, идем следующим путем. Второй вариант. Этот пакет документов собираем вновь, рассматривая на комиссии. И, учитывая ваши рекомендации, направляем без постановки на кадастровый учет этот объект недвижимости и отправляем из соцполитики. Активисты Народного фронта уверены, что если оперативно сработать, есть вероятность, что Мария Степановна получит субсидии уже к 9 мая этого года. Тимур Хакимов, Алексей Завылов и Сергей Пермовский из Варнавинского и Дальней Константиновского районов. Объективный. ННТВ. Субтитры создавал DimaTorzok